Здравствуйте! Сегодня для меня очень удачный день, потому что у меня появился шанс поговорить с человеком, который, с одной стороны, сам по себе является легендой в мире китайских боевых искусств, а, с другой стороны, пожалуй, он единственный, кто может ответить на многие вопросы, которые очень часто задают в связи с китайскими боевыми искусствами и в связи со многими мифами и легендами, которые ходят вокруг китайского ушу вообще и популярных стилей, которые очень часто сегодня обсуждаются в интернете. Я с огромным удовольствием представляю вам моего замечательного гостя Глеба Николаевича Музрукова. Кстати, Музрукова или Музрукова? Музрукова. Музрукова. Значит, все правильно. Здравствуйте! Здравствуйте! За легенду спасибо, но я еще пока с вами побуду. Я надеюсь, что смогу еще что-то сделать и рано здесь ставить крест. Спасибо, что пригласили. Очень интересно. И темы такие. Животрепещущие. Темы очень животрепещущие, потому что в последнее время действительно как-то народ озадачился истоками, я имею в виду народ, занимающийся каратэ, вдруг резко озадачился истоками этого самого каратэ. И очень часто в связи с этим мелькает Южный Китай, он мелькает стиль Байхэ Цюань, стиль Белого Журавля, Фан Цинян, его основательница, значит, другие южные стили. Я знаю, что не так давно, ну, не так давно, вы предприняли такую уникальную экспедицию фактически по попыткам поиска корней одного из стилей окинавского каратэ, а именно уэчирю. Это была поездка в Южный Китай. Мы даже как-то с вами это обсуждали. И, собственно, насколько я понял, вот прям однозначных корней стиля окинавского каратэ найти не удалось. В связи с этим все-таки вот вопрос, который, наверное, он так и остается открытым. Что же такое окинавское каратэ? Это наследие китайского ушу? И если да, то почему мы не находим прямых аналогов, например, тех же самых форм, которые фактически являются носителями традиции и стиля? Нет, ну находим. Тот же Санчин взять, да? Санчань. Это исходный фузянский стиль. Я действительно, у меня было много поездок. Я ездил в Цанчжоу на северо-восток Китая, на северо-запад. И я, в общем, исколесил и Китай, и Тибет в свое время как раз с научными целями, потому что мне было интересно ответить на те вопросы, которые вы сейчас озвучили. И действительно, в 2015 году, так долго живу, что уже путаю, мы поехали в Фудзянь. Но задача у нас не была, собственно, заниматься поисками корней и уе-чирю. Это была одна из задач, скажем так. Потому что для меня было очень интересно проверить свою гипотезу о Юншунь Байхэ и о Юншунь, вот о Винчуне, который нас называет Чин Винчунь. Потому что до этого я трижды побывал в Фошане, в Гуанчжоу. Я смотрел там истоки возникновения Цайли Фо. Я ездил в Хиньхуй в этот уезд. Я смотрел как раз школу Хуан Фэйхуна, которая до сих пор жива, Хун Диа Цюань. И ездил в Шуньде несколько раз. Общался с Чин Го Ди. Чин Го Ди – это прапраправнук Чин Хуашуня, учителя Ипмана. Мне было интересно поговорить с прапраправнуком этого Чин Го Диа Цюань, чтобы понять, почему в Винчуне там всего три кота, как в карате называется, три таулу. Как получилось и кто на самом деле учил Ипмана. Там очень много было таких открытий для меня, совершенно перевернувших мое представление о Винчуне. Но среди прочих, вот этот Чин Го Ди показал мне записи своего отца, который, ссылаясь на деда и на прадеда, пишет, что наши корни – это деревня Юншунь Цунь, Фудяне. Совершенно четко. И мы, это мы, Фудянский белый журав. Измененный, там, как они все любят говорить, усовершенствованный. Но мы – это вот Фудянский Юншунь. И когда я спросил напрямую, у вас есть какая-то связь между Фудянским, он говорит, да, это мы. Мы вот по прямой линии. И в этой связи, вот, основная моя была задача – доехать до Юншуня, посмотреть и составить представление, что там действительно общего. Что они изменили. И у меня сложилась такая довольно целостная картина. Но, помимо всего прочего, меня всегда… Я начинал в свое время им заниматься, по книжкам, там, в 80-х годах еще прошлого столетия. Как это страшно звучит. У меня сразу кажется, что я с такой бородой длинной, седой до пола. Вот. И я никак не мог понять с Уе Чирю несколько вещей. Первое – название. Уе Чирю понятно по фамилии… С фамильным иероглифом основателя. Камбун Уе Чирю. А вот с Бань Йинжуань, вот этим Пангайнун, была некая неясность. Почему? Потому что, ну, я занимался достаточно глубокой историей, уж я все-таки, там, 35 лет своей жизни потратил на это. И я знаю, что стиля с таким названием, школа с таким названием, полумягкий, полужесткий, не было. Не существовало. То есть, ну, в японском варианте это Ханку Рю, по-моему, называется, да, там, Ганчжоу Лю, Годзю Рю. Годзю Рю. И то же самое Бань Йинжуань по-китайски. Полумягкий, полутвердый. То есть, везде вот это вот возникает смысловая коннотация. Но стиля такого в Китае никогда не было. Почему? Потому что, в принципе, вот сама идея полумягкого, полужесткого в основе любого стиля уши. И для меня было интересно понять, а чему же вот Камбун Уе Чирю учился. И когда мы начали с разных точек по разным школам смотреть, поднимать какие-то летописи, и готовясь к этой поездке, в частности, там, записи уезда, там, генеалогические книги, где упоминался вот этот Джоу Цзухэ, его учитель якобы, мы пришли к выводу, что не совсем все так. И Джоу Цзухэ не учитель был, а был скорее... Там какая была история, он приехал, сначала ходил вот этот клуб, где все айконавцы собирали жившие в Фуджоу, и там тренировался, что-то подтренировался, потом он познакомился с Джоу Цзухэ, а поскольку он там был травник сам, Камбун Уе Чири, он, видимо, какой-то бартер был, и тот его взял жить у себя дома. Но потом он его отвел к своему учителю, к Джен Бугуну. И тренировался Камбун Уе Чири, у Джен Бугуна вот этот худзунь, тигринный вот этот стиль, почитание тигра, да. Почему? Потому что он перечислен в хрониках, как ученик Джен Бугуна. Там написано, два ученика было, Джо Цзухэ и японец, он как японец, Жи Бэн Жэнь, Шан Ди Ван Вэнь, японец Камбун Уе Чири, учитель Джен Бугун, то есть это ветка Джен Бугуна. Но потом выяснилось, что Джо Цзухэ еще был по прямой линии одним из носителей традиции шихачань, клюющего журавля. Его иногда там называют кормящийся журавль, клюющий журавль, понятно, что отсюда идет. И там есть комплекс, который называется 36 шагов клюющего журавля, «Тайные традиции, 36 шагов». И вот мы нашли в книгах, в компендиумах, в Чуань-пу, что Джо Цзухэ владел этим комплексом и даже передал его одному из патриархов шихачанье Шао Тау, который тоже потом выдающийся учеников Плеяду подготовил. Вот он получил эти 36 шагов от Джо Цзухэ. То есть Джо Цзухэ этим владел. То есть Джо Цзухэ, оказывается, не просто Ху Цзунь занимался вот этим почитанием тигра, а он еще и был представителем... Да, Хэ Цзухэ. Хэ Цзухэ. Хэ Цзухэ. Ну вообще вот Юнчунь Бай Хэ, вот эти все шихэ, минхэ и так далее, это все одна система, на самом деле. То есть это Бай Хэ. Это неправильная история, что вот это разные стили. Это один и тот же стиль, они все идут из Юнчунь Бай Хэ и называются Хэ Цзухэ или Бай Хэ Цзухэ, белый журавль. Ну и вот различные там принципы, вот этот Цзунь Хэ Цзухэ, встряхивающийся. Откуда, собственно, в окинавском карате вот эти движения бедрами и экстенсивные. И сразу возник вопрос, потому что, ну, Канбуну Йечип привез три Таулу, три комплекса, да, там Санчинца и Сана, и как там оно называется у них... Санцерю. Санцерю, да, Санчероку хотел сказать. Санцерю. Такая мысль, потому что в Худзунь очень много комплексов, их там, ну, больше двадцати. В Шэ Хэ Цзухэ о них тоже очень много. Вот у меня какой-то разрыв шаблона возникал, я думал, почему три? Вот почему в Венчун три? Да. Посмотрите, вроде вот, если брать остальные стили, да, там их изобилие, плюс оружие, плюс то, плюс все. А здесь вот приехал человек и только три показал. Что, почему, как. И я пришел к выводу, что вообще у него такой синкретический вариант, там присутствует Бай Хэ, наверное, в виде Сэй Сана. Там присутствует Худзунь, может быть, в виде вот этого Санцерю, и там еще неизвестно, что присутствует в виде Санчина. Причем все это может меняться, потому что даже динамика исполнения, она разная, и в Сэй Сане, и в Санцерю, она немножко разная. Мы брали с собой, я Игорю предложил, я говорю, слушай, ну вот хорошо, что ты поедешь с нами, но у тебя есть твой учитель, девятый Дан, там, Симабу, Кенобу, да, очень приятный такой человек. И я говорю, я бы тебе рекомендовал найти деньги на него и взять его с собой. Он был очень благодарен, мы с ним подружились, он живет во Франции, поэтому я с ним часто общаюсь, переписываюсь до сих пор. И вот мы доехали, мы приехали к правнуку этого Джоу Цзэхэ, нашли его дом, нашли этот двор, где они тренировались, все это сфотографировали, отсняли. Все это, конечно, в ужасном состоянии, и, ну, в общем, ужасно. Полуразваленное все, там тяжелая судьба у этого праправнука, он ничего не знает, не тренируется, ничего не помнит, но какие-то вещи он нам показал, там, камень вот этот вот, юншист, который поднимали. И проехали по всем, по Шихачуань проехали, там, сям. И вот поразительная вещь, мы везде, я их везде просил, я говорю, ребят, вот давайте, показывайте свои кота. И вот Игорь Горбунов, там, московских Андрея, они показывали, там, и Сэй Сан, Сюма Бугару делал, Сан Сирю. И мы с теми спрашивали, вот на что похоже? Вот на Худзунь похоже? Он говорит, ну, какие-то движения, но вот таких даже вот ши, вот форм нет. То есть, последовательность какой-то, хотя бы из трех движений, чтобы они там повторялись, я знаю, там, вот такое. Да, да, да. Нет этого. И в Шихэ приехали, он посмотрел, говорит, нет, а откуда это вот вы? Мы говорим, вот это каратэ, и якобы это Джоу Цзэ Хэ идет. Он говорит, да, Джоу Цзэ Хэ, это в нашей линии. Но это, говорит, мы это не знаем. Нет, он так не сказал. Он говорит, а где вы это учили? А вот мы им рассказали эту историю, а там 74-летний какой-то дед, который достаточно давно этим Шихэ Сиан занимается, он говорит, вы знаете, за 100 лет все изменилось, у нас даже здесь, до неузнаваемости. Вот сейчас, говорит, там, Сяо Джан делает, а он учился там у моего дяди. Вообще, говорит, ничего не похоже. То есть, говорит, за 100 лет меняется так, что вы ничего не узнаете потом. Все направления достаточно молодые. Что там было 150 лет назад, нереально, скажем. То есть, получается, что вот в основе взглядов людей, практикующих карате, на истоке вот этого самого карате, есть некая системная ошибка. Дело в том, что у окинавцев, и за что им честь и хвала, вот я считаю, что они в этом плане молодцы, потому что благодаря этому они все сохранили, есть как бы понимание, да, то есть вот как говорит мой учитель Хигаона Сэнсэй, менять движение ката, убивать душу окинавы. Вот так, ни много, ни мало. Но это не китайская история. То есть, они не относились так трепетно к целиковой форме, скажем, ко всему Тао. И я так понимаю, что в китайской традиции менять движение в зависимости от... Поэтому они его убивали, меняя. Нет, я думаю, что они скорее руководствовались, наверное, именно вот практической, как бы, целью. Я вам расскажу одну историю. У меня был один знакомый, наш русский парнишка, который занимался Шао Линьцюань. И в одном из комплексов есть такое движение, такой удар, значит, ну, лучезапясным суставом, основанием лучезапясного сустава. И он все время один палец вот так держал. Я ему говорю, слушай, учитель так научил, так показывал учитель. А выяснилось, что у учителя просто не было двух фаланг пальцем, он был где-то ему отрезало каким-то комбайном там, когда рис собирали. И он у него вот так вот был. И этот вот его копировал. О чем, к чему я это говорю? Менять ката, убивать душу Окинавы. Все равно Богдан Курилко по своей морфологии совершенно другой человек. Его движение, как вот ты его не повторяй, оно будет другим. Да, люди сходные, там траекторию мы можем, но все равно, где-то оно будет короче, где-то оно будет длиннее. Длина рук разная, длина ног разная, позиции будут другие, передвигаться мы будем по-другому. Со временем эти мелкие изменения, хотя казалось бы, да, ну вот можно посмотреть и сказать, во, это ученик такого-то. Вот интересно тоже, с нами был Реймонд Смит, он мастер Удзучань, кулака пяти предков, тоже один из известных фалинских стилей. У него был совершенно выдающийся учитель, Япченхай. Он в свою очередь был ученик Чикимтонга. Это те китайцы, которые во времена Гуминдана убежали в Малайзию, не захотели оставаться в коммунистическом Китае и убежали. Часть из них уехала из Чангкайши, из Дианзейши на Тайвань, а часть в Малайзию. И там в диаспоре продолжали передавать этот Удзучань. Поскольку в Китае этого Удзучань не осталось, в 70-х годах этот Япченхай из Малайзии вернулся в Фудзянь, в Чуанчжоуский монастырь, вот этот вот Шаолин Чуанчжоуский, привез в Чуаньпу компендиум, вот этот форм, где генеалогия, где все формы, все гаджуэ, вот эти гимны стихотворные. Передал его им и провел большой семинар, поправляя то, что они делали и называли Удзучань. И у них стоит стелла, посвященная этому Япченхаю, он вернул, значит, Удзучань домой, он передал нам обратно традицию и так далее. И когда в Чуанчжоу мы делали показательные, вот наши друзья по каратэ сделали по вечерю, и потом вышел Смит. Он уже пожилой человек, ему 72 года, и он вышел, сделал санчин, собственно, из Удзучань. И 78-летний глава школы Удзучань ко мне наклоняется и говорит, «Ей, Чинхай дэйсюэшан, ученик Япчинхая». Он не знал, он по движениям увидел. Вот это меня, конечно, поражает. Но, возвращаясь к тому, что мелкие отклонения, вызванные привнесением каждого человека, вот вам там, грубо говоря, прооперировали основолоктевой сустав, вы уже не можете вот так делать, вы делаете чуть-чуть вот так удерживая, чтобы не вылетал он. Это накапливается, передается ученикам, ученик в свою очередь чуть-чуть трансформирует. Поэтому через поколение, через два мы видим уже отличную форму немножко. Это не значит, что там дзюдо изменилось. Мы говорим, там, Тбилисская школа дзюдо, Майкопская школа дзюдо и так далее. Я занимался дзюдо, мне тоже близко эта тема. У Юрия Афанасьевича Зайцева был такой еще выдающийся тренер. Вот. И говорить о том, что традиция, она передается в неизменном виде, это неправильно. Когда, я почему противник названия традиционной вушу, традиционной карате? Когда мне говорят, я занимаюсь традиционным вушу, я говорю, друг мой, а ты к какой династии относишься? Это сунская традиция, танцкая? Это чунчу или это значит тим? Ну, и обычно люди... На этом разговор заканчивается. Ну, да, потому что он становится беспредметным, потому что мы понимаем, что было разное вушу. Просто обусловлено это было тем, что, скажем, там, совершенствовалась металлургия. Бронзовое оружие было заменено железным, потом стальным. Ну, куда ты от этого денешься? Изменялся вес оружия в связи с этим. Вначале, может, вообще каменными пальцами воевали, а потом там... Ну, как сейчас, вот были палки деревянные, а сейчас они пластиковые в спортивном вушу. Тоже влияет на движение. Скорость увеличивается, увеличивается точь или так далее. В этой связи очень интересно для Китая, все говорят, там, китайское вушу послужило основой для создания японских боевых искусств во многом. Но, на самом деле, обратное влияние тоже было, когда японские пираты нападали на побережье, вот как раз в районе Фудзяня и так далее. Было захвачено очень много мечей катана вот этих вот. И китайцы их взяли на вооружение. И вот это вот мяо-дао, вот это вот, похожее на ката вооружие, я уверен, что это и есть катана японская. Что это и есть вот эти захваченные жебендао, которыми они овладели не только техникой работы с катаной, но и техникой изготовления. Они пытались эту сталь как-то воспроизводить, конечно, там не получалось, потому что технология сложная. Но, тем не менее, вот это проникновение было. И заимствование из японских боевых искусств тоже было, вот техник пиратов, потому что там с ними легко справиться не удавалось. Ребята-то были такие конкретные головорезы. И вот это взаимопроникновение, оно всегда было, вот взаимовлияние. Почему? Потому что это был вопрос выживания. Не выработал ты эффективные техники противодействия этим пиратам, не изучил ты их технику, они вырезали все побережье. Потому что история о том, как там монахи помогали посохами бород, ну это все, это легенда. Это вот о традиции. Поэтому, с моей точки зрения, традиция менялась, менялась очень сильно. А задача и сенсей Хигаона, которого я очень хорошо знаю, уже на протяжении, наверное, тоже лет 27-25, мы с ним встречались еще давно, Александра Филимонова в Дадзю, потом периодически сталкивались на его показательных. Потом приезжал по Киокшенкаеву, приглашал, мы тоже с ним поужинали. Как-то очень приятный человек, я с большим уважением к нему отношусь, прежде всего потому, что он олицетворение того, чему я всегда стремился подражать. И считают очень важным, это когда каратэ, боевые искусства, проходят через всю жизнь. Потому что для человека белого, не из культуры азиатской, это молодость. Занимался в молодости, поставил удар, а потом пиво, это вот такой живот, это диабет, и там он глава какой-нибудь федерации, но сам он уже, как правило, показать ничего не может. И вот это прискорбно. Почему я с колоссальным уважением отношусь к Алексею Борисовичу Штурмину, к Александру Ильичу Иншакову, к Юрию Петровичу Трутневу, к Сергею Владимировичу Кириенко, наконец к президенту нашему Владимиру Владимировичу Путину. Потому что человек одевает кимоно, выходит в зал и в своем возрасте может сделать бросок. В Кадакане он бросал так, что люди говорили, вот это да. То есть он действующий мастер. А когда, и это вот для меня, как там, помните, вы приводили пословицу «живой, так тренируйся». Да, да, да. Вот я об этом и говорю. И мало кто эту парадигму, в этой парадигме живет, эту парадигму притворяет в жизнь. Для меня это очень важно. Поэтому Хигавон для меня один из таких вот примеров, на которые надо молодежи равняться, и который вот несет это, остается эффективным в своем возрасте, несмотря на возраст, но он более чем преклонный. Да, но он, правда, окинавец, это самая крутая, скажем, плеяда долгожителей на планете. И, несмотря на то, что много легенд ходит, есть, кстати, интересная книга, вам будет любопытно, французского доктора медицинских наук, который жил там 26 лет на Окинаве и изучал их образ жизни. Он пытался, он геронтолог сам, он пытался вывести закономерность долгожительства на Окинаве. Как известно, они действительно живут очень долго. И вот его книга, я вам, ну она на французском, я думаю, что вы ее переведете, я ее купил, она у меня есть. И очень любопытный факт, вот я думаю, всем, кто нас смотрит, сейчас будет очень интересно, что окинавское питание, оно коренным образом отличается от японского. Почему? Потому что в море продуктов, которые присущи японской кулинарной традиции, там может быть 15-20%. Какой базовый продукт на Окинаве? Это свинина. Во всех видах. От зельца, от свиных ушей, значит, во всех видах. Это базовый окинавский продукт. Как же так? Потому что мы все говорим, свинина вредная, она холестерин, там больше. Как готовится окинавская свинина? Она вываривается в течение 4-6 часов со сменой, с подливанием постоянно сока туда, и вываривается в этом сока, сливается вода, добавляется новое снос. Что получается? Все липиды убираются, остается коллаген. Что такое коллаген? Это здоровые суставы и здоровое сердце. Да, совершенно верно. Вот он выводит это, он, как сказать, пишет, потом он проводит такой сравнительный анализ, почему там мало онкологических заболеваний, тоже связывает это с определенными видами продукции, там с фукоиданом, с этими водорослями, которые содержат кроверазжижающие. То есть то, что сейчас после ковида все делают с ксорелтой и с эликвизом, пьют, значит, эти кроверазжижающие. У них это за счет водорослей все время идет, то есть у них постоянная хорошая микроциркуляция. Значит, здоровое сердце за счет коллагена, здоровые суставы, неограниченная двигательная активность, и плюс реологические свойства крови. Кровь достаточно разжиженная, чтобы все это снабжать. Вот вам секрет. Вот если так сводить к основным трем параметрам, вот это секрет. Но книга потрясающая, очень интересная. И основное заключение, которое он делает в конце, он говорит, что если окинавец переезжает в другую страну, он живет столько, сколько там средний возраст в этой стране. То есть это не генетическое. Это очень важно, потому что у нас есть такое расхожее мнение, да это генетика, чем ты не занимайся, как ты не питайся, вот тебе предписано там в 70 лет умереть, ты умрешь, или в 50. Он доказывает, что нет. И вот прям конкретные примеры, говорит, вот в таком-то году переехал, там поселился в Тулузе, вот в Бордо, прожил столько-то, этот 76 лет, этот 82 года, но никто не дожил до 90. В то же время там на Окинаве в его семье процент долгожителей был там, доживших до 90, 82 процента или 85 процента. Очень интересно. К слову, очень часто, например, любят упрекать мой стиль Гудзюрю тем, что мастер-основатель Чужун Мияги, да, он не перешагнул даже 70-летний рубеж. А умер там в возрасте 60 с небольшим летом. Ну, как к Анбону Вечь. Да, совершенно верно. На что, как бы, я всегда отвечаю, ребята, давайте теперь посмотрим на условия жизни Чужун Мияги и, собственно, под какой замес он попал. Война. Да, потеря детей, голод. Ну, то есть, опять же, это те самые... Там не до свинины было. Не до свинины. Ну, под должным кормом. Конечно. Это те самые условия жизни. Поэтому, да, это не генетика. Это, кстати, как раз подтверждение, что это генетика. Да, это подтверждение, что это не генетика. Но если вернуться к истокам каратэ. Ага. Значит, если вы говорите... Я понимаю, накапливаются небольшие изменения. Но, когда мы говорим об небольших изменениях, да, может меняться там форма кисти. Но некий угадывающийся рисунок, все равно, он, как бы, наверное, должен сохраниться. Здесь же мы говорим о том, что аналогов ката каратэ практически никто из тех, кто пытался найти в Южном Китае, да и во всем Китае, пока еще не смогли. То есть, тогда возникает вопрос, все-таки, окинавское каратэ, что это? То есть, это те стили, которые когда-то существовали в Китае и просто в силу, как бы, определенных причин сохранились на Окинаве. И это эклектика стилей, которые существовали и вот в таком виде сохранились. То есть, можно ли вот на этот вопрос хотя бы предположить, что это такое? Я же не истинно в последней инстанции, у меня есть свои соображения по этому поводу. Я считаю, что да, окинавское каратэ, оно во многом автохтонное. Вот эти кумы и кунинды, где жили 36 семей китайских санши-людя, там, торговцев-чаев, коммерсантов и так далее, они в определенный период времени там поселились. И то, что вот они вывезли, ну, это вот как хака кодя в Гуаньдунии, китайцы-переселенцы. С других мест, которые осели в Гуаньдунии, у них свое сообщество, своя диаспора, соответственно, свое ушу, свои традиции, своя кухня. То же самое здесь. Вот они осели, и это свойственно русской эмиграции, скажем, во Франции. У них свой русский язык. Они говорят на том русском языке, на котором мы уже сейчас не говорим, потому что здесь вот... Или как тайваньский, китайский, скажем, и Путунхуа. Хэ, Арбутфун, да, похожие, но не дождественные. Есть различия очень большие. И почему мы не находим... Во-первых, в силу исторических всяких пертурбаций, которые происходили в Китае, как я уже говорил, огромное количество мастеров, примкнувших к Гаминдану в свое время, они вынуждены были покинуть Китай. Часть была уничтожена во время культурной революции. Часть погибла в войнах. Войны шли с 911 года. Без остановки. Без остановки. Ее делили вот эти вот генералы на... Было же там аж три Китая в какие-то периоды. Каждая группировка, значит, там... И очень много народу просто погибло. Погибла традиция. В культурную революцию это все довершили. Вот есть хороший пример. Есть мастер Люти Жун, с которым я дружен, и давно мы общаемся. Он рассказывал, как в культурную революцию его семья была вынуждена старинный меч какой-то совершенно баснословной стоимости и старинной древности, символ семьи, который хранили как зениц око, выкинуть в реку, чтобы хнуебина его не нашли и так далее. И вот это было очень тяжело. И уничтожали, ссылали в деревни. Люди просто умирали с голоду. Количество погибших за культурную революцию от голода, банально, составляло десятки миллионов. Это до сих пор закрытые страницы, но это так. Ну да. Окинава сама по себе. Когда мы пишем, что там вот эти Чикудун Пейчин, Сату Носи Пейчин, вот эти вот полуаристократия окинавская, да, которые ездили в Китай за знаниями. До определенного периода они ездили. Но, во-первых, для китайца, жителя кинавы, хотя она и была какое-то время китайским протекторатом, это все равно Вайжэнь, человек внешний, который иностранец, гайзин. Все равно он вот этот Вайжэнь, он гайзин. И принимать его в школу, ну это, как сказать, некошерно, да, не очень хорошо. Поэтому особенно в тот момент, когда, вот, например, Камбун Уечи, если я об этом писал уже в статье об истории Уечи Рю, вот там говорят, попал в школу, да, ну вот кто бы там японца взял в школу эту, да. Когда война была, только что Япония у Китая оттяпала там часть территории, и не очень-то хорошо относились к японцам. Кто там не смотрел, приехал по-японски и говорит, все, до свидания. Это тоже влияло. Есть легенды, что кто-то там доехал до Пекина, даже там к Андрюхе Гаона, да, если там что-то странствовал по Китаю, что-то там привез какие-то виды оружия китайского. Возможно, да. Это были обрывки. Но я так полагаю, что эти обрывки, они на Окинаве становились драгоценностью. Вот какие-то техники. Единственное, в чем я уверен совершенно точно, что, а знаете как, то, что с трудом достается, имеет гораздо большую ценность. И вот эти обрывки, эти обрывки принесенные, они скрупулезно изучались, скрупулезно сохранялись, отшлифовывались и применялись. Ну, знаете, как ребенок растет, ему папа все время покупает новый айфон. Ну, он уже потерял, разбил, папа другой купит. А другой там копил-копил и вот накопил там на какой-нибудь Xiaomi, который там в пять раз дешевле стоит и так далее. Но он его будет как синицок оберечь. Он будет с ним утирать пыль, там передаст. Вот такие параллели из современного мира. И на Окинаве это было условием выживания во многом. Потому что много вот историй, как окинавцы, там эти банды были, вот там Тёдзун Мияги тоже. Гоген Ямагучи, японский последователь Тёдзуна Мияги, как они там боролись с этими якудзой и так далее. То есть это должна была быть эффективная система, которая бы тебе давала какие-то конкурентные преимущества в этом тяжелом мире. Для выживания просто. Поэтому я считаю, что на Окинаве сложилась своя система. Неправильно, некорректно говорить о том, что это южнокитайское вушу. Это не южнокитайское вушу. Да, в его основе лежит южнокитайское вушу. Я не верю в истории о каких-то совсем уж древних искусствах, которые на самой Окинаве развивались. Я считаю, что это, ну, такие... Ну, конечно, это модно. А вот было искусство захватов. Я тоже думаю, что если какое-то было искусство захватов, то это китайская тина была из тех же самых китайских деревень. Я глубоко в этом убежден. Вот. Ну, ладно, говорят и говорят. Это все непроверенная информация, ее не стоит воспринимать всерьез. Да, как и японское каратэ. Вот следующий наш шаг логический. Университетское японское каратэ. Штакан, там, Вады Рю, Вады Рю. И, наконец, WKF, Международная федерация каратэ. Мы смотрим соревнования, мы понимаем, что ничего общего с кинавском каратэ вот этот вид спорта не имеет. Безоценочно, без всяких выстраиваний аксиологии. Просто это другое. Это другое. Хорошее, красивое, быстрое, динамичное. Наверное, даже можно и победить противника, нанеся ему быстрый удар цки или Маваси Гери. Оно, в конце концов, прямой удар ногой остается прямым ударом ногой. Но это не окинавское каратэ. Японское университетское каратэ – это тоже не окинавское каратэ. Окинавское каратэ – это не китайское уши. А южное китайское уши – это не северное китайское уши. Хотя все возносят корни к шаолиню. Вот, возвращаясь к белому журавлю, Фансинянь, вы упомянули. Ну, была ли она эта Фансинянь? Вот, это был мой следующий вопрос. Почему? Ну, потому что, во-первых, женщина в Китае не занимала социальной иерархией. Это патриархальное общество. Женщина всегда была на второстепенных ролях. Я уж не говорю о том, что в этот период ноги бинтовали. И все это, вот эти лотосовые стопы. Если она была из более-менее приличной семьи, должны были бинтовать. А если она была крестьянкой, то с какой радости она занималась боевыми искусствами, она должна была в поле работать и дом на себе тащить. Совершенно верно. Вот, поэтому во все эти легенды я не очень верю. Второй персонаж, который во всех, вот берешь там книгу, энциклопедия фузианских стилей в ушу, все стили восходят к монаху Джишаню, который пришел из Суньшанского шаолиня, принес там, и перечисляются стили Лохань-Юань, там, такой-то, 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 такой-то. Начинаешь смотреть, сравнивать Лохань-Юань с Суньшанского монастыря, то, что сейчас они делают, и то, что делают с Суньшовского монастыря, там ни одного движения нет похожего. Вообще, ну это совершенно, вот название, да. Вот эта история. Был ли этот Джишань? Беглый монах шаолиньского монастыря. Вот мы когда ехали по этим горам в Фудзяне, в Юншунь, я смотрю, а там действительно непроходимые джунгли, вот такие холмы вертикальные, заросшие лианами какими-то, пальмами, и там змеи вот эти ядовитые гады. Беглый монах. В Китае существовали дороги, да, но это были не римские дороги, вымощенные камнем, а вот грунтовые, да, утоптанные более-менее там повозками вот этими. На дорогах были заставы. Заставы – это военный патруль, блокпост, грубо говоря, постоянный двор, значит, возможность поесть, харчевня и кумирник какая-нибудь помолиться там. Беглый монах идет, он должен пройти от Хэнани до Фудзяни. Немало. Ну, тысячи километров поболее. Он должен в дороге что-то есть. Есть он может только в деревнях. В деревнях его сразу сдадут властям, потому как беглый, и потому как тоже, ну, видит, что там за путник пришел, сразу в Емынь потащил. Вот. Он должен иметь с собой деньги. Какие были деньги? Деньги – это была связка монет, тяжеленная. То есть это вот такой бублик, а на него монетки вот эти, почему они с дырками-то были. Вот эти связки. Вот чтобы пройти эту тысячу километров или две тысячи километров, сколько ему надо было. Или это ляны серебряные, вот эти куски. Ну, его же не распилишь, этот лян. Его надо было, чтобы им расплачиваться, поменять на монеты, опять на эти связки. Как он шел? Где он питался? И дальше легенда говорит, вот он пришел, его приютила семья. Слушайте, семья, приютившая беглого монаха, подставляла под удар всю семью. Причем сразу. Канга, клеймоны лицея и вперед. Всех членов семьи. За то, что они донесли. Парадигма-то властная была жесткая. Пожестче, чем сейчас. И он начал их обучать. Мамами. Да еще, если бы он начал обучать, кто-нибудь это увидел, что какой-то пришел чувак с умой, значит, непонятно откуда, и кому-то там учит в ушу, да сразу бы сдали, сразу бы посадили. Ну, вот не верю я в эти истории. Как он по этим буиракам там пробирался? Вот не складывается картинка. Ну, и в связи с этим вопрос, который давно уже будоражит умы, а был ли мальчик, а был ли южный шаулин? Нет, конечно, не было. Значит, причем мы когда туда приехали, в Тюаньчжоуовский шаулин, поскольку я вице-президент Международной Федерации УШУ был, то принимали там через Китайскую Ассоциацию УШУ с транспарантами, добро пожаловать, с танцами, с детьми в пионерских галстуках и с соответствующей атрибутикой. И первое, что нам показали, подвели там, ну, небольшой такой зальчик, может быть, вот в половину зала, где мы сейчас с вами сидим по площади, действительно видно старая постройка, отреставрированная, но старая, с низкими потолками, говорят, вот здесь был зал. Я говорю, а это был шаулин? Он говорит, да, он назывался шаулин в УШУ-тхан. Но он назывался шаулин в УШУ-тхан, это зал шаулинского УШУ, а не шаулин. Потом уже на волне интереса, когда отстроили хананьский шаулин, пошел турист, пошел доход, провинциальные правительства озаботились этой идеей и построили, значит, в Путяне шаулин, в Чанчжоу шаулин, у Дани там и так далее, и так далее. То есть этих шаулиней по нас... И даже мы когда разговаривали в Фудзянской ассоциации УШУ-сидим, я говорю, а вот этот Путянский шаулин, он говорит, сейчас везде их строят. Я говорю, как строят? Ну вот, говорит, был монастырь под другим названием, сказали, надо его переделать в шаулин, чтобы турист туда ехал. Причем, ну, со свойственной китайцам предприимчивостью, они ведь строят, тут же какие-то подводят легенды, рассказывают, что тут было, какие-то книги выпускаются, фотографии монахов и все. И вот уже через 10 лет, да что вы, это он был, вам будет интересно, ко мне приехала делегация, значит, Лу Ши Тайдзи Сиань привезли, Тайдзи Сиань стиля Лу. Я никогда о таком не слышал. Делегация 40 человек, хотят вот попасть в Федерацию УШУ России, значит, установить прямые связи, развивать Лу Ши Тайдзи Сиань. И мы их с Ульей Парфатиловым приняли, вот в 25-й комнате, где мы с вами сидели. Пришли хлопцы, значит, спортсмены какие-то, деятели, книги принесли, положили, вот мы существуем уже 600 лет, наш стиль. А я сижу, сижу и чувствую, что что-то не то. И я ему говорю, слушайте, а Тайдзи Сиань, когда название появилось, вот в названии вашего стиля? Он говорит, правильно. Хороший вопрос. Это, говорит, мы 20 лет назад стали называть это Лу Ши Тайдзи Сиань. Я говорю, а почему? Ну, он говорит, потому что Тайдзи Сиань все знают. А я говорю, а как называлось? Лу Ци Асиань, кулак семьи Лу. Вот и вся история. Просто вот то, что продается этот Тайдзи Сиань, значит, надо назвать этот Тайдзи Сиань. Как там? Что будете покупать, Volkswagen или Skoda? Ну, наверное, Volkswagen. Да, все-таки так вот. Деньги есть, хотелось бы получше. А Skoda? Ну, Skoda и Skoda. А это тот же самый Volkswagen. Поэтому для того, чтобы продавать свой Лу Ци Циань, который, может быть, и неплохой, интересный стиль, они взяли и назвали его Лу Ши Тайдзи Сиань. Вот это Китай. И как бы это вот идет из поколения в поколение, обрастает подробностями. Почему у меня такое раздражение вызывает сегодняшний суншаньский Шаолин? Не потому что я противник Шаолиня, я за Шаолинь, но я против искажения исторических фактов и против того, что из этого сделали Диснейленд. К сожалению, этот Диснейленд сделали из Чензягоу, где Ченши Тайдзи Сиань. Тоже пятизвездочные гостиницы, огромные школы для иностранцев. Вот весь ассортимент. Тут ты можешь купить Ифу, костюм, здесь тапочки, здесь книгу о жизнеописании Чен Вантина и так далее. Надо сказать, к чести Окинавы, они сохранили вот этот удивительный баланс, когда, ну вот там, вы мне рассказывали, что мэр какого-то города, Наха, или там что-то, не знаю, где это все происходит, он говорил, что я всех, любой мастер карате, там десятый дан, может мне позвонить, я всегда его приму. Да, 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 да. Это практически по всей Окино. Школа Хигаоны. У него много иностранных учеников. Но это не Диснейленд. Это маленький зал, куда трудно попасть, куда можно попасть только по протекции. И он действительно серьезно работает, он передает. У него все жестко, строго. И ни один человек, который выходит от Хигаоны там с третьим данным, он не может сказать, что он его купил. Да. В Шавлинский монастырь вы можете приехать, там 200 школ вокруг. Вам за неделю дадут диплом, что вы молодец, вы купите себе рясу, уедете и будете кривляться дальше у себя в стране. К сожалению, то, что мы видим сейчас здесь, там есть разные люди. Есть вот, например, там молодой парень Кёк Шенкаевец, Максим Кожевников. Вот он съездил, ему тоже понравилось, он какие-то комплексы выучил, вот он их выкладывает. Ну, хорошо. Но это человек, который может морду дать, и который знает там, что такое удар. Большинство из них, они просто не имеют никакого отношения к боевым искусствам. Это чисто продажа каких-то комплексов, которые не работают, они не знают, как это применять. Это какие-то легенды, это какой-то цигун. Цигун название появилось после образования Китайской Народной Республики. Этого не было термина, вы его нигде не найдете. Какое количество книг наиздавали? Секретный шаолинский цигун, уданский цигун, тысячелетняя традиция цигуна Сюйминтана. Но этого не было. Называлось нейгун или яншен, взращивание жизни или внутреннее культивирование. Вот два было названия. Это неважно. То есть, все восприятие, оно, к сожалению, идет вот через эту лубочную картинку, которая была нарисована в современном Китае. Для чего? Чтобы это все продавать. И они успешно это продают. На самом деле, кстати, на Окинаве сейчас тоже все немножечко... В меньшей степени. Не сравнивать. В меньшей, да. На порядке вниже. Просто все равно появляются, скажем так, люди, которые, особенно на волне того, что на Окинаве поехали иностранцы, Окинавская карта стала востребована, и каждый обладатель своего маленького додзио хочет иметь представителей. Абсолютно верно. Вот. И раздают данные. Но надо к чести, так сказать, вот известных мастеров сказать, этим занимаются, как правило, люди, которые... Ну, у них нет имени на Окинаве. Миллион школ у вечерю уже отпочковавшихся, это, это, это. Ну, каждый иностранец, он живет в гостинице. Да. Он питается в ресторане, он покупает товары. Он оставляет денежку. Значит, эти вот факторы аттракции, привлечения, они... Поэтому это будет расти, к сожалению. Как выделить достойного мастера, достойную школу? Вот я опять говорю, то, что достается с трудом, имеет особую ценность. То, что достается легко, ценности не имеет. Абсолютно. Я, как человек, все-таки далекий от УШУ, ну, я такой обыватель с точки зрения, я не погружен, но даже я слышу очень много разговоров о том, что УШУ деградирует, о том, что в Китае молодые люди не хотят заниматься УШУ, о том, что школы исчезают, что многие школы существуют только, опять же, за счет иностранцев, зачастую. Есть эти процессы в Китае? Или это все-таки миф? Ну, смотрите. Да, есть деградация в Китае. Но если мы возьмем полтора миллиарда населения, то все равно количество, занимающихся традиционным УШУ, по прямой линии передач, оно составит сотни тысяч человек. То есть, если деградация наступит на Окинаве, то она будет заметнее. В Китае это менее заметно. Что происходит? В свое время Мао Цзэдун, будучи неглупым человеком и хорошо зная китайскую историю, помня восстание Тайпинов и Хатуани и так далее, он понял, что, наверное, вот эти школы в УШУ с их историей передачи, жесткой социальной иерархии, подчинения учителю, почитания учителю, ну, там, зачем нужны вот эти маленькие группы, которые плохо контролировать, их неудобно контролировать, да, и что там им в голову придет, любая служба безопасности вам скажет, что это опасная история, потому что группа с жестким вертикальным подчинением, он сказал ученику, а поди-ка ты вот там, докажи верность школе, да, ну, тут пошел. Вот, и он сделал что? Он УШУ сначала запретил, да, в культурную революцию его объявили феодальным пережитком, сослали всех тренеров и мастеров в школу 7 мая, школа 7 мая, это когда брали человека, выдергивали из города, отправляли в деревню, выдавали ему доску и кирпич. Кирпич это была подушка, а на доске он спал. В 6 часов утра их поднимали, они пели революционные песни, изучали цитаты Мао Цзэду, но потом работали в школе, перевоспитывали интеллигенцию, и вот мой учитель Убинь 7 лет провел в такой школе. Очень все было тяжело и жестко. Вот, потом, видя, что до конца искоренить не получается, он поставил задачу создать новое УШУ. Как вот они создали оперу революционную на основе, скажем, традиционной китайской оперы, Цзэн Цзюй, да, была там, Цзэн Цзин этим занималась, жена Мао Цзэду, как раз ставила все постановки, там Бай Мао Ньюи, вот эта вот, седовласая девушка, вот это был балет с элементами, с маузерами, они прыгали, делали эти движения, сценическую акробатику китайскую, делали похожую на УШУ. Он сказал, давайте-ка мы сделаем вид спорта красивый, возьмем какие-то опорные стили, вот это вот все, вот там закалку поверхности, удары по мешкам надо убрать, а надо, чтобы вот это было похоже, как вот цирк, балет, и в то же время вот с элементами, значит, УШУ. Поскольку Цзин Цзюй, Угун, вот эта боевая акробатика пекинской музыкальной драмы, она практически в готовом виде содержала все исходные элементы, они чуть-чуть это ускорили, написали правила, и выложили на стол вот эти комплексы. Тайзи Цзюань двинули в массы, но опять убрали все боевое применение, оно там было в Тайзи Цзюань, на, скажем, на уровне Чэньши Тайзи Цзюань, там Джаобао Тайзи Цзюань, Орлу, вот второго комплекса Паучуй, где-то вполне все боевые движения, они все это убрали, сделали 24 формы, Ли Тянзи, один из моих учителей, составлял этот комплекс, и пустили в массы. Хорошо, народ занимается физкультурой, здесь вот молодежь, она как бы упражняется с копиями, не очень сильно, не очень травматично, все это красиво, нормально. А потом, как я уже говорил в одном из своих интервью, приехал Дачин Цзюань, основатель Шаринжи Кемпу, в 70-х годах, уже после культурной революции, когда она завершилась, его пустили в Китай, он говорит, я вот в Шавлинский монастырь, мне вот это вот очень интересно, он приехал с учениками, приехал туда, его поводили по развалинам, там ничего не было, там просто, ну, какие-то пару построек было, какие-то бродили люди, там непонятные, с метлами подметали, и он говорит, давайте я помогу, ну, восстановить, это же что, ну, как вот вы свое наследие, так, потом он показал свой вот этот гибрид из карате и айкидо, и вдруг работники, значит, ЦК КПК, которые его сопровождали, представители китайского МИДа, сказали, слушайте, а мы лицо потеряли, мы же не можем ничего показать человеку, и он такую фразу, как мне рассказывал сын Масяньда, сказал, что да, говорит, я вижу, что в Ушу в Китае пришло в упадок, и тогда выдернули из Сианя Масяньда, тоже один из моих учителей, привезли его на самолете туда, в Шаоли, в Дачи Инсо, в Шаоли, да, они жили там в Дэнфене, и он вот показал, после чего Дачи Инсо говорит, я хочу у тебя учиться, а там действительно, он Хуэй Цзу сам, мусульманин китайский, здоровый дядька был, вот крупный, ну, такой амбал, у них вся семья, четыре сына такие были, и они действительно, вот, его отец, Ма Фэнту и Ма Инту, в китайско-японскую войну резали, они были, возглавляли диверсионные группы, резали японцев, их японцы страшно боялись, потому что они с этими ножами выходили каньдау и резали их там, из засады, вот, и Ма Сяньда, значит, говорит, это не я решаю, учиться у меня, это вот товарищи, скажут, я буду учить, не скажут, и улетел обратно, его увезли в Сянь, вот, и Дачин Со говорит, давайте мы будем, значит, Шаолинь возрождать, ну, ну, и вот он пожертвовал деньги на первый этот фильм, Шаолиньский монастырь, и началась вся эта история, эта история имела также развитие, тогда они впервые задумались о том, что то ушу, которое они дали в Китае, оно красивое, но оно абсолютно утеряло любую боевую эффективность, и сделали первый в 86-м году турнир по ушу с боями, причем на Тайване это все проводилось достаточно давно, приехали иностранцы, кикбоксеры, каратисты, и набили китайскому морду просто, почему, потому что, они не знали, сань, да, вышли, вот там, и они их всех вынесли, ну, и Китай же, он медленно раскачивается, и они собрали комиссию, при Министерстве спорта, тогда еще была, не главная государственная спортивная администрация Министерства спорта Китая, Ли Мэн Хуа был министром, мне тоже вот выпала честь его знать, и здесь в Москве его принимать, и он соратник Мао Цзэдуна еще был, он говорит, нам надо вернуть боевые корни в ушу, и тогда вот Ма Саньда вызвали, с Цайлун Юня, тех, кто еще знал, кто был носителем традиции настоящего ушу, говорят, давайте, вот составьте нам правила саньда, технику, удар, и вот они сделали это саньда, потом, естественно, тренд такой был, что стали туда привносить элементы бокса, элементы кикбоксинга, тейквондо и так далее, то есть такое кроссплатформенное, кроссплатформенное влияние получилось, и вот по итогу мы имеем вид спорта, который, в общем, на ушу не очень похож, красивый, интересный, динамичный, но это, как американцы его называют, Chinese kickboxing, и они правы. В Китае есть, традиция жива, есть прямые ветви, по багу, по чэньши, тэйзи цюань, но, как правило, это замкнутое сообщество, куда, это не вот это вот, туристический бизнес, есть огромные школы. Можно приехать вот так в Китае? Да, шаолинь, нет, можно приехать, сказать, я хочу шаолинь цюань, да, давай в того, вот записывайся, плати там, это огромные школы, где очень много иностранцев, а попасть в ученики, по прямой линии, скажем, к дигуюну, нужно, чтобы кто-то тебя привел уже из этой тусовки, как и везде, то есть они придерживаются вот этой традиции, поэтому попадают туда единицы, но, к сожалению, я уже рассказывал о примере Ильи Профатилу, человек, который очень образованный, великолепно знает китайский, вэнь-янь великолепно знает, там, буддизм и так далее, всю жизнь прожил в Китае, я сказал бы про него словами Пусунлина, это из рассказа, как, значит, мусульмане, она владела искусством железной рубашки, вот, Делла, это буквально постиг искусству железной рубашки, вот Илья постиг Богомола, у него были, ну, лучшие, Махань Син, Лин Тань Фан, он ездил по всему Шаньдуну, в экспедиции, собирал в деревнях, жил с этими мастерами, ел с ними из одной плошки, спал с ними на одном кане, это печь вот эта китайская, значит, тренировался, собирал эти Чуань Пу, выписывал, снимал видео, все, и, казалось бы, это живая ходящая энциклопедия, реальный мастер, мы собрались проводить семинар, на семинар, который проводила Федерация Уши России, я просто людей отправил, я говорю, это надо, ну, надо, вы должны посмотреть, как это работает, люди пошли, в конце концов, все были довольны, там у него было около 60 человек, даже 70, по-моему, а когда я во время чемпионата Европы предложил, я говорю, вот, есть вообще, человек-легенда, хотите, пришло 15 человек, до этого половины наших хаппей, а им не надо, они вполне довольны вот этим лубочным багу, о котором они делают, не понимая, что они делают, им надо костюм вот этот из тюля одеть, шапочку даосскую, или шаолиньский, вот этот вот, то есть это такая форма социального эскапизма, знаете, у нас вот надо обязательно китайской ифу с завязочками, да, у нас нужны обязательно тапочки, вот эти а-ля Брюс Ли, или там, значит, какие-то, а в Китае, вот мой мастер Лю Чинхань, он занимался в кроссовках Adidas, которые ему ученики подарили, ему было 88 лет, в майке в какой-то с Гарфилдом, значит, и он подметал с утра, я говорю, слушайте, учитель, а почему вы подметаете, он говорит, да нормально, я, говорит, ученики же должны, он говорит, да ладно, они на работу им бежать, я тут прихожу в 5 утра, это, другое все совсем, вот это вот истинное, оно же не в одежде, и даже не в ритуалах, и не во внешнем антураже, оно внутри, это вот как на кончиках ногтей, да, они передают, и либо человек это несет, либо он это не несет, и мне кажется, что даже дело не в том, насколько он достоверно воспроизводит движение, он должен, ну, смотрите, ушу развивалось, появились новые виды оружия, ушу должно было адаптироваться, находить какие-то, отсюда появлялись там, гаулянсьян, копье с крюком на конце, да, почему, потому что применялась вот эта конница, скованная цепями, да, и вот нужно было цеплять, и стаскивать их, все дело, в ручных заводах об этом написано, есть целая глава, вот родилось новый вид оружия, ушу его не было никогда, изменилась традиция, изменилась, появились новые виды оружия, огнестрельное оружие появилось, там, он, фэнзицая в рассказе, Шэнбэнь, волшебная коса, косы обрезали, после Сенхайской революции, а он стал из револьвера стрелять, и когда его пришли убивать, враги там сказали, вот, у тебя косы-то нет теперь, которые ты всех рубил, этой косой-то, а он говорит, косы-то нет, а гунфу-то осталось, два нагана достал, бам-бам-бам, и они убежали все, вот он говорит, гунфу осталось, наше восприятие, а гунфу это что такое, это в любом виде деятельности, ты достигаешь совершенства, ты достигаешь высот, и вот эта парадигма гунфу, в Китае, она очень сильна, в Суджоуской, там, вышивке, пошелку, когда начинал прадед, а заканчивал полотно, про правнук, то есть он за свою жизнь, не мог посмотреть, что получится, вот он там две горы вышел, на трехметровом этом шелковом полотне, а закончил уже его про правнук, представляете, как вот интересно, это вот легенда о Юйгуне, который передвинул горы, дед Юйгун, между двумя деревнями была гора, и он вышел с лопатой и стал рыть, ему говорят, ты что делаешь, старый, с ума сошел, он говорит, я хочу прорыть проход в ту деревню, потому что тяжело обходить, через перевал тяжело идти, я хочу срыть эту гору, ему говорят, ну ты сумасшедший, у тебя жить-то осталось, он говорит, я не срою, сын сроет, сын не успеет, внуки, значит, будут продолжать рыть, и мы пророем этот проход, и боги, когда увидели, там, Фуси и Нюйва, по-моему, по легенде, я не помню сейчас, сжалились над ним, и передвинули эту гору, и вот отсюда легенда, Юйгун, Ешань, Юйгун передвинул горы, вот это, это Китай, вот так они мыслят, поэтому говорить о том, что Китай, это как гидра, можно отрубить все, вот как Мао Цзэдун, зачистил, сжег книги, или Цинь Шихуан, сжег всех конфуцианцев, книги все сжег, но все же возродилось, и вот, пожалуйста, учение конфуции живо, и сейчас, и очень много, то же самое там сушу, да, обезглавили, но из маленького кусочка возрождается китайская цивилизация, и снова расцветает, вот это ее свойство, что касается нас, мы не принадлежим к этой цивилизации, поэтому нам очень тяжело, и то, что мы имеем, это вот такое, знаете, как сказать, больше лубочное, нас вот интересует внешний аспект, ну знаете, как круто есть китайскую кухню палочками, почему, ну потому что палочки, потому что палочки, не потому что она специфичная. Пример с семинаром Ильи очень показательный, на самом деле. Да, я просто с этим сталкивался, ну как бы в своей сфере, потому что я понял одно, что как бы можно заниматься каратэ, а можно практиковать каратэ. Вот практиковать каратэ очень тяжело. Абсолютно. Потому что это должен быть постоянный, просто ты должен слушать свое тело. Ты должен быть погружен в это, ты должен быть погружен. Погружен, слушать свое тело, анализировать, что с ним происходит, искать вот эти взаимосвязи, это очень тяжело. Абсолютно. Одеть белое кимоно, повязать пояс, и повторять, делать гимнастику в белых пижамах намного проще. Поэтому, мне кажется, это вот такая западная история. Да? Потому что менталитет другой. Да, менталитет другой. И вот, если вы практикуете карате, если вы им живете, живете в карате, то карате даст вам то, что китайцы называют цзэцян, это взращивание себя. Вот тогда вы посредством карате, как говорят, настоящий мастер карате, он... Я в армии служил. Я пришел, я занимался в ЦСКА, это было там спортивное карате, дзюдо. Но я в армии был на особом положении. То есть, меня когда вывели, я из учебного полка приехал, войска меня вывели, говорят, вот инструктор по карате из ЦСКА, и все. И ко мне было особое отношение. Ко мне офицеры сразу пришли там потренироваться там, и я там много бонусов получил таких социальных, да, там меня в отпуск отпускали. Ко мне шли за решением конфликтов, солдаты, там, когда возникали какие-то там, чтобы не на ремнях драться, а шли ко мне. Вот. То есть, и вот мастер боевых искусств, он по жизни, он пользуется авторитетом у окружающих. Его за это уважают. Сейчас, к сожалению, с появлением ММА, вот этого UFC и так далее, пошло такое передергивание. Есть вот эта история карате неэффективна, там, ушу неэффективна, это танцы. Да не искусство эффективно, а человек, который его несет. Понимаете, в чем? Я более того скажу. Люди, которые рассуждают вот про то, что, почему мастера карате или ушу не выступают в октагоне, рассуждают про эффективность и неэффективность, я всегда, как бы, в разговоре с такими людьми, как бы, стараюсь этот разговор как можно быстрее закончить, потому что они никогда не придут в школу. Они не понимают этого, да. Они живут, как бы, вот в другой парадигме, интеллектуальной. То есть, у них вот это вот есть, им важно, что сильнее, кто кому в морду дал. Вот в связи с этим... Даже это не очевидно. У вас был блестящий эпизод, не помню, вы там были или нет, по-моему, были, в боевых ботаниках, вот этот вот есть ютуб-канал, когда, вот, Витя Панасюк был, и вы, по-моему, да? Да, 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 да. И вот они, значит, там, какие-то ребята, каких-то боксеры, там, что-то, ММА-щики. И, ну, давайте попробуем, давайте попробуем. Панасюк начинает с ним драться, и вдруг в какой-то определенный момент тот к нему выходит, начинает... А он ему, значит, в глаза пальцем. И он так отскочил, за глаза взялся и говорит, ну да, я... Да, да, да. Вот это вот ну да, оно очень-очень показательно. Вот это ну да, это и ответ на вопрос. Вот об этом он забыл, что да, они там могут войти в клинч, у них тяжелый удар, а вот об этом он забыл. А оно есть, вот это вот оно остается. Просто мы это не тренируем, а кто-то тренирует. Да, совершенно верно. Ну и плюс есть логическая ошибка, потому что все-таки ММА на сегодня это абсолютно профессиональная область деятельности. Достаточно узкая, кстати. Узкая, профессиональная. Это социальный лифт для определенной группы населения нашей страны, например. Гладиаторов в современном. Совершенно верно. А если мы говорим все-таки о современных боевых искусствах, ну давайте посмотрим правде в глаза, это любительский вид деятельности. Я не люблю вид спорта говорить. Вид деятельности. Я считаю, что у нас здесь, в нашей социокультуре, это обычный, хороший, интересный вид физической культуры. Да. Историческое фехтование такое, знаете, реконструкция. Там можно фехтовать на шпагах, можно на кулаках. Что касается боевого искусства, то опять вот, целеполагание. Ну, если вы ставите себе целеполагание, вот ММА, октагон, UFC, они, правда, сейчас развивают какой-то формат стенка на стенку, но вы попробуйте завязаться на полу в партере, если у вас два противника. И на сфальте. Как только вы с одним завязались, другой вам бутылку об голову разобьет сразу, или ножом вас пырнет там в печень, или ногой ударит по голове, и все, приплыли. Значит, это сразу вот отодвигается, если мы говорим о реальной ситуации. У кого будет конкурентное преимущество? Да, конечно, у мастера каратэ, который двигается, который отпрыгивает, отскакивает, который может влево ударить. Мы в свое время занимались у Томилова этим, вот два противника, и с переключением внимания мы работали. А как вы боитесь с ним? Значит, это бразильское джиу-джитсу сразу отпадает. А ведь его раздули как? Самое эффективное боевое искусство мира. Да нет. 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 Абсолютно верно. Прямо вытекающий из этого вопрос, все-таки, ну, например, у меня есть ученики, я причем с детьми не занимаюсь, я занимаюсь только со взрослыми, ну, вот так сложилось, и мне это больше нравится. Есть люди, которые, взрослые люди, которые занимаются у меня там по 10, по 15 лет. Это явно не те люди, которые занимаются ради того, чтобы научиться бить морду ближнему своему. Ну, как бы, ну, нельзя такое время заниматься вот такими вещами. Более того, мне кажется, что когда взрослый человек приходит в школу боевых искусств с целью научиться бить морду ближнему своему, если эта цель сохраняется достаточно долго, что-то с ним не так. Ну, то есть, она должна трансформироваться и меняться. Но при этом они же занимаются 10-15 лет. И вы человек, который, ну, фактически жизнь посвятил боевым искусствам Китая и, как бы, привнесению их вот на нашу почву. Поэтому, я думаю, что перед вами тоже остро стоит вопрос, а что они дают современному человеку, например, живущему в России? Вот передо мной он очень остро стоит. То есть, что я даю своим ученикам, учитывая, что они не окинавцы? Почему они занимаются 10-15 лет? Почему они должны продолжать заниматься? Почему они должны заниматься вот этим шогей-будо, о чем вы говорили, да, боевые искусства на всю жизнь? Что это привносит в их жизнь, по-вашему? Это зависит от уровня занятий. Вот если это люди, о которых вы сказали, которые занимаются по 12-15 лет у одного учителя, который ставит перед собой четкие цели научиться боевому искусству, то есть, да, научиться в том числе и кенхисацию, искусству убивать одним ударом, во-первых, эти люди излучают уверенность в себе. Мне случалось общаться с людьми, которые там провели в тюрьме, на зоне, по разным причинам, во времена СССР еще туда попадали, часто по заказным статьям, по политическим, но которым пришлось там выжить. Вот эти люди, они, может быть, там, некоторые из них и не владели никакими особенными боевыми искусствами, но они были готовы драться насмерть, то есть, они были готовы перегрызть горло, зубами, если надо. И вот, когда с ними разговариваешь, я был свидетелем их разговоров на разборках, при решении каких-то проблем, к ним приходили за, как бы, арбитражем, да, будем так говорить. Они одним взглядом, вот он смотрит, и у него такой тяжелый взгляд, что люди просто отъезжали, и все вот понты молодых, вот этих вот братков, которые бритоголовые приезжали, выходил один такой, условно говоря, вор в законе, невысокого роста, щуплый, садился там и разговаривал с ними, и они просто, вот он их уничтожал, спокойно говоря, не угрожая ничего, и они уходили, говорили, все, мы претензий не имеем, мы уходим отсюда все. Каратэ тоже это воспитывает, хороший мастер, вот с штурменным, когда разговариваешь, человек излучает уверенность в себе, он понимает, что он может сделать, без всяких вот икивоков, если это настоящий реальный мастер, понимаешь, что одно движение, что бы там ни говорили, что неэффективное, эффективно, эффективно, видел я таких людей, которые действительно могут убить, а не удар, не только среди каратистов, среди боксеров, хороших, там, Мельцер, срубит, срубит просто одним движением, даже в своем возрасте, и срубают, и можно на ютюбе много найти таких вещей, вот эти люди, к чему я это говорю, само по себе, никакой ценности, то, что он может там убить ударом или свалить с ног, не несет, но это формирует весь характер, человек, во-первых, он понимает опасность любой экстремальной ситуации, он никогда, это касается и воров в законе, заведомо в нее не полезет, потому что он знает, что это может закончиться гибелью, или его противника, или его, и то, и другое, это collateral damage, да, он убьет, он сядет опять, если его убьют, то, соответственно, и он будет до последнего момента избегать это, стараться решить это словами, резонируя, вот пытаясь урезонить своего оппонента, вот, во-вторых, это человек, который знает цену слову, он не будет его просто так бросать, в общем, это человек, который уверен в себе, это первое, да, второе, это человек с хорошим здоровьем, как правило, да, это человек, который тренируется каждый день, у него не будет лишнего веса, у него не будет диабета, у него будут сгорать все вот эти триглицериды, которые мы получаем, Даже не очень при здоровом питании. Все эти люди, как правило, они уравновешенные. Вот этот вот термин «уравновешенный человек», мне он очень нравится. Таких людей сейчас мало. Вот в йога-сутрах по танжале вторая сутра, вторая шлока, она звучит так. Йога-хат-чит-тавритти-ни-родаха. Что это такое? Как это? Вот йога-чит-тавритти-ни-родаха. Йога — это отсутствие пертурбации, омрачений, метаний сознания. То есть это уравновешенность. Гармония. Вообще, юдж корень — это связывать что-то. Связывать, скреплять, угнетать, что-то такое, подчинять. Так вот, йога — это способ подчинения сознания. Потому что человеческая психика очень лобильная. Человек мечется все время, у него мысли, он что-то боится. Здесь у него адреналин выплеснулся, здесь у него, значит, уныние пошло, депрессия и так далее. Вот боевые искусства, как и йога, они вас уравновешивают. Уравновешенный человек — это человек стабильный, которому легче решать весь спектр проблем, возникающих в жизни, повседневной жизни. На работе, в отношениях с другими людьми, в социуме, и в микросоциуме, и в макросоциуме, и в большой социальной группе. То есть это человек, который легко адаптируется, который является маяком для других. А человек, который, как лама тибетские, мои ламы, они просто, вот ты к нему приходишь, и вдруг понимаешь, что ты вошел куда-то, а вот здесь хорошо, спокойно. И умиротворенность наступает. Почему? Потому что он присутствует в этой комнате. Вот так же, когда разговариваешь с мастером с каратэ, с настоящим, со Штурменным, с Алексеем Борисовичем, с Убинем, с моим учителем, с Масянь, да, с Хигаоной, с Энсэем. Таких людей много, слава богу. Попасть к ним – счастье. Но этого уровня понимания нет. К сожалению, для молодежи, ну, всегда был конфликт между поколениями, да, но для молодежи важна вот эта вот эффективность. Вот смотрите, вот Хабиб Нурмагомедов, вот он, да, он может. Он хороший боец, я думаю, что он хороший борец в прошлом, наверняка его корни из борьбы. И, да, это интересно посмотреть, но это гладиаторы, это люди, которые дерутся за деньги. Абсолютно. Это часть, это не хорошо и не плохо. Нет, это просто вот так. Это часть нашей культуры сегодняшней. Профессиональные бойцы, уважаемые люди, которые доставляют удовольствие. Некоторые бои очень приятно смотреть. Я очень любил смотреть бои Федора Юльяненко, особенно когда он этого корейца, там, двухметрового выиграл. Ну, действительно, молочина. Вот, но к истории с боевыми искусствами отношение это не имеет никакого. Никакого. Вообще никакого. Абсолютно. Боевые искусства – это про взращивание себя и про выковывание характера и про целеполагание. Боевые искусства – это жизнь. Тех, кто идет по этому пути, если честно, их единиц. Мейнстрим, он огромен. О, чудище обла, огромные лая, как Радичев писал, да? А вот людей, подобных сенсеев и гаони, мало, поэтому они могут всегда позвонить мэру города на Океанаве, да? Такие люди, они несут вот это знамя, этот факел. И я очень надеюсь, что останутся те молодые люди, и у них останется мотивация искать таких учителей, находить их и нести этот факел дальше. Да, я тоже очень надеюсь. Очень много работать надо. Я все время детям говорю, что талант сам по себе никуда вас не приведет. Талант, помноженный на упорство и на трудолюбие, сделает из вас мастер. В любом виде деятельности. Вот это гунфу, оно на пианин будете играть, на фортепиано, на гитаре рисовать. Стань кулинаром хорошим, станете политиком. Тоже гунфу. Мы закончили почти тостом. Спасибо огромное. Очень интересный разговор получился. Мне кажется, прямо здесь надо точку. Я вот хотел бы вернуться и такое же интервью сделать с вами, но я бы уже хотел вам поздавать вопросы. У меня их немало. Я очень много. По Океанаве, где я не был, у меня их немало. Я буду очень благодарен. Вот давайте на этой ноте закончим, чтобы мы с вами обязательно встретимся еще раз. В любое время. Только я уже поздаю вопросы. Ой, я прям кайфанул. Спасибо. Спасибо огромное. Субтитры сделал DimaTorzok